так друзья доброе утро выехал на охоту верней завел прогревая сейчас пару-тройку минут на улице сегодня около нулевая температура но окно сейчас не видно окно у машины замерзшая вот то есть легкий легкий морозец и не еду на охоту в надежде добыть глухаря посмотрим что из этого выйдет ложился наверно спать где-то часов в одиннадцать думала надо пару часов поспать вот на утку вчера ездили ну вернее как на утку на селезня наши друзья выбрались на охоту открытие охоты на юге каужской области с братом идем к местечку к одному посмотрим посидели чисто посмотрели были табунчик там небольшой вообще пролетел вот так что ни одного вальшнепа не увидели что на удивление ну посмотрим что и сегодняшняя охота выйдет что вот и на месте прибыли разговариваю шепотом время наверно 5 час 430 темно еще ну что ж друзья короче говоря подходил подкрадывался пел глухари ну короче таково и потом до определенного момента дохожу такое чувство что в одной стороне глухать в другой в третье как будто три то замолкают то начинают я не мог понять думаю блин или кажется уже что может это один и потом стою а он прям с этого вот дерева и улетел туда и вот так вот тоже бывает все пока не слышно квакают только лухарки где-то в той стороне вот что-то с собой у меня дозик так что честно сказать друзья поторопился наверно надо было дождаться наверное на одном месте ну просто в разноголосие вроде таковал так сказать поэтому я не мог определиться думаю блин в какую сторону идти и надо же под этим прям деревом взлетел с этого дерева вот так очередные вести короче стоял стоял смотрю еще начинает атаковать короче с атаковал лукарь я стал покрадываться в ту сторону раз замолчал подхрустил веткой а потом он щелк 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 ну типа как думаю она будет разбиваться ни хрена короче сидел на тоненькой рядом прям блин метров 20 улетел петушок сейчас короче говоря стоял стоял послушал ничего не слыхать и выстрел в той стороне она противка стрельнул глухариком скорее всего но пойду пытаться прорваться на просе куманов буду искать дорогу короче на выход стволы наверно это как коровы думал это наверно стволы путин зовет наверно меня короче пойдут тогда на вот этот звук хотя может быть есть смысл пытаться на выход прорваться нормально блин у нас в деревенских привычка знаем с детства стволы снял стволки и ревешь ну так или собак раньше тоже подзывали или своим сигнальчик где находишься короче манове уйду нормальная методика он уже вышел короче на тяде сеню похоже я попытаю удачу завтра итак третий день нашей охоты сегодня выезжаю вторник 9 апреля на глухаря но в надежде что все таки сегодня посчастливится добыть желаемый трофей и Как покупать? Все, 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 все. Ну, это все, наверное, должно быть. Вот, 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 вот. О, как волчат! Ну, что ж, друзья, небольшой итог сегодняшней прогулки. Да, значит, бывает и такое. Пришли на ток к ополухе, значит, квок, что-то кусочек видео там будет. Глухари не распиваются, очень не слышно, не видно. Ну, где-то вдалеке с взмахами и хлопками крыльев мы, конечно, слышали, что слетала птица, то есть птица есть на такую. Но, блин, сегодня вообще ни один не пел. И такие охоты утренние, они короткие. То есть, ну, были мы там условно четырех часов до, наверное, до шести там или до начала седьмого. И уже вот сейчас семь часов мы уже, как бы, приехали домой. Ну, и получается, что завтра еще попытаем удачу. Посмотрим, что, как говорится, из этого выйдет. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...